Артур Петросян, Греко-римская борьба. Артур, несколько слов о турнире, о твоем отношении к этому турниру. Не важно какой турнир, просто вы изголодались и хотелось бороться, или все-таки атмосфера влияет? Мне, во-первых, организация очень хорошая, достойный турнир, все-таки гран-при. И пригласили побороться, я всегда рад побороться. И вот, слава Богу, конечно, хотелось первое место. Но, слава Богу, что хотя бы мне и долезть. Поэтому благодарю тренеров, благодарю всех организаторов. Очень красиво сделали на мировом уровне, можно сказать. Жалко только зрителям, мол, не хватает этой атмосферы. Скажи, пожалуйста, с кем сложнее бороться, вот в очных встречах, с иностранцами или с россиянами? С нашими тяжелее бороться. Так как на сборах все стоим уже, друг друга выучили, можно сказать. И конкуренция очень сильная, много достойных. Ребят, молодежь подтягивается. И очень трудно бывает с нашими бороться. Но за границей тоже достаточно с кем побороться. Вот скажи, пожалуйста, вот Армения маленькая страна, ты этнический армянин. Почему там так развита греко-рымская борьба? И порой иногда бывает, что вот на пьедестале представители разных стран, но это армяне. Одна весовая категория. Чем это объяснить? Ну, армяне просто очень сильно любят единоборство. И с давних времен, если посмотреть, я сам с Линакана. И все чемпионы мира, олимпийских чемпионов очень много. Тот же Артур Александрян, Джул Фалакян, Мнацик Искандарян там перечислить долго будет. Все технари, все физически очень крепкие. Армяне все физически крепкие. Поэтому развита очень сильная борьба. И вообще единоборство в целом. Болг, штанга и так далее. Скажи, ты за своим имиджем следишь? У тебя такая роскошная борода, шевелюра. В общем, такой греческий, эллинский стиль. Да нет, просто оставил, растет так. А так люблю просто. Считаю бороду, это мужское. Потому что если бы росла борода у женщины, они бы тоже были бородатые. Поэтому ношу, чтобы показывать зрелость мою. А так, в принципе, без разницы, борода не борода. Главное, выходить бороться. Но не мешает, да? Не, не мешает, на пользу. Помогает, можно сказать.